Министр меня постоянно при назначении, я его приглашаю, убеждая, что здесь работают лучшие. И у меня тогда возникает вопрос, так неужели решили отсидеться некоторые, подождать, пока утихнет буря? Очевидно одно, так дело дальше не пойдет. Или вы с народом, страной, президентом, лицом которого вы являетесь там и который вас туда направляет, или такие кадры стране не нужны. Уже извините за откровенность. И вообще, Роман Александрович и Игорь Петрович, надо серьезнейшим образом посмотреть на наше представительство в Европе. Вы, как бывший дипломат, я часто вам об этом говорю, знаете это не понаслышке. Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем? А политические отношения, дипломатия, ну она не просто отсутствует, она во вред государству. Ну если там надо один посол и помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают. Пойдет? Добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти. Что мы щеки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства. Недавно мы вроде бы начали этот процесс, но он идет ни шатка ни валка, как будто его кто-то хочет замусолить. Повторюсь, сегодня как никогда важно работать там, где нас ждут, где создан серьезный задел. Кстати, в отличие от сытой и уютной Европы, заблудших среди наших дипломатов в этих странах, на которых мы ориентируемся сейчас, вообще единицы. Потому что там люди заняты настоящим делом и показывают результат, они бегают по митингам и не постятся в деструктивных социальных сетях.